Для обретения благополучия важно найти баланс между разными сферами жизни, в работе, межличностных отношениях, в воплощении собственных амбиций и в реализации потребностей. Если всё складывается по идеальному сценарию, человек выстраивает свою жизнь так, чтобы важные для него сферы деятельности не конфликтовали друг с другом и не снижали качество жизни. Но порой сделать это бывает трудно, особенно в ситуации, когда навязчивая идея полностью заполняет пространство сознания. Нет ничего плохого в том, чтобы посвятить себя реализации жизненного плана. Но иногда перевес какой-то идеи настолько силён, что превращается в одержимость. Одержимость — состояние, при котором разум целиком подчинён мысли, идеям или желаниям. Эта идея доминирует над остальными, вызывает сильный эмоциональный отклик и толкает на совершение действий, которые не всегда логичны и могут наносить вред человеку или его окружению. Одержимость может возникнуть у любого человека, независимо от возраста, пола или социального статуса. Одержимость может проявляться по отношению к разным феноменам. Это может быть одержимость работой, контролем или другим человеком. При этом часто за внешней одержимостью, например, творчеством, может скрываться глубокое внутреннее переживание. А одержимость будет служить неким щитом защиты от этого переживания. Проблеме одержимости уделяется не очень много внимания. Такое опасное понятие, как одержимость, может скрываться за более положительными явлениями, такими как мотивация и саморазвитие. Меж тем, не стоит недооценивать влияние одержимости на нашу жизнь, ведь иногда последствиями одержимости могут стать негативные изменения в жизни человека. В этот раз я решил сделать не совсем типичное по формату видео. Обычно в ходе разбора мы фокусируемся на одном человеке, фильме или ситуации. Сейчас предлагаю расширить угол зрения и обсудить персонажей из фильмов и реальных личностей вместе, чтобы рассмотреть феномен одержимости с разных сторон и в полном объеме проанализировать, как одержимость проявляется в поведении человека. Когда она носит положительный характер, а в какой момент перерастает в навязчивое состояние. Мы также постараемся понять, как одержимость влияет на выстраивание отношений с людьми и что человек может скрывать за маской одержимости. Давайте начинать. Пока мы углубляемся в разбор, хочу поделиться одной историей, которая связана с проблемами начинающих и опытных предпринимателей, которые хотят развития своего дела. У меня есть знакомый, который является предпринимателем и с полной отдачей занимается своим делом. Он всегда страстно вкладывал свою энергию и талант в развитии своего дела. Но как-то всегда что-то шло не по плану. Особенно, когда речь заходит о продвижении его услуг. Он попробовал разные подходы, нанимал таргетологов, но время шло, а результатов не было. Все эти сложные технические тонкости маркетинга оказались далеки от его области знаний. И каждая попытка продвинуться требовала немалых средств и времени. Помочь избежать таких ситуаций и успешно продвигать свое дело может Яндекс.Бизнес. Яндекс.Бизнес – это сервис, который поможет вам привлечь новых клиентов и добиться роста вашего бизнеса. Яндекс.Бизнес разместит рекламу на более чем 55 тысячам площадкам, включая поисковую систему Яндекса, Яндекс.Карты и сайты партнеров рекламной сети. Если у вас есть офлайн-точки, это также не проблема. Яндекс.Бизнес поможет довести клиента прямо до вашей двери. Точки на карте будут заметными и будут занимать выгодные позиции в результатах поиска. И самое интересное в том, что при работе с Яндекс.Бизнесом не требуется специальных знаний или навыков в маркетинге. Яндекс.Бизнес автоматически настроит и запустит рекламу за вас. Он соберет всю необходимую информацию с вашего сайта и даже поможет сгенерировать заголовки и изображения объявлений при помощи нейросети. Вам остается только вносить свои правки, если это будет необходимо. Самое приятное заключается в следующем. Яндекс.Бизнес сэкономит ваше время и бюджет. Он проанализирует вашу аудиторию, создаст рекламные объявления и разместит их именно там, где есть ваши потенциальные клиенты. Так что, если вы хотите получить толчок для вашего бизнеса, привлечь новых клиентов и продвигаться автономно без лишних забот, используйте промокод в описании и приводите новых клиентов вместе с Яндекс.Бизнес. Прежде всего, начнем наш анализ с фильма, который по названию и содержанию идеально подходит для темы этого выпуска. Это фильм «Одержимость» Демиана Шазела. В центре событий барабанщик Эндрю, который стремится попасть в лучший музыкальный оркестр Нью-Йорка и одержимой идеей превзойти музыкальную легенду – джазиста Чарли Паркера. Задача не из легких, но люди, одержимые чем-либо, никогда не ставят перед собой простые цели. «Одержимость» музыкой проявляется буквально в каждом действии Эндрю. Он постоянно репетирует, практически не вылезая из музыкального зала. Слушает музыкальные композиции. Говорит о музыке с родными. «Он видел, как я играю». Это понелогично. Без регулярной практики невозможно отточить навык. Чтобы стать профессионалом в каком-то деле, важно полностью погрузить себя в подходящую среду. «Одержимость» Эндрю дает свои плоды и помогает в карьерном продвижении. Он попадает в оркестр к одному из лучших маэстро – Теренсу Флетчеру. «Аудитория Б-16 завтра в 6 утра. Не опоздай». В ситуации, когда другой барабанщик из оркестра не может выступить без партитуры, Эндрю спасает ситуацию, так как помнит все ноты наизусть, что показывает его как профессионала своего дела. «Не могу». «Я могу». «Знаешь, выплышь наизусть?» «Да, сэр. Все-то так-то». Это приводит к тому, что Эндрю попадает в основной состав оркестра, то есть приближает его к намеченной цели. Упорство настолько велико, что даже авария не останавливает Эндрю от участия в концерте. «Одержимость» делает Эндрю упорным, упрямым, местами даже наглым. Если возникает ситуация, в которой Эндрю надо бороться за свое место в оркестре, он без тени сомнения вступает в схватку и упорство ведет к нужному результату. «Не сбавляй! Набирай! Быстрее! Быстрее!» «Ниман, место твое. За тебя конули». «Хрена лысого он за меня». «Что ты сейчас мне векнул?» «Это мое место». «Одержимость» служит для Эндрю двигателем, который заставляет его идти дальше, несмотря на трудности. Такому уровню упорства многие могут позавидовать. Но путь Эндрю к его цели не всегда складывается гладко. В мире музыки, которую он избрал, путь наименьшего сопротивления не работает. Эндрю нужно постоянно превозмогать себя, что не может не оставить след на его психологическом равновесии. Эндрю получает то, что хотел, но дорого за это платит. В случае Эндрю его одержимость часто сопровождается тревогой и стрессом. Ему нужно не просто хорошо владеть инструментом, но и существовать в мире жестокой конкуренции, где любая ошибка наказуема. «Кто-то явно играет мимо нот. Кто бы это ни был, даю последний шанс. И он профукан». Стремление владеть более сложными навыками игры на барабанах доводит Эндрю до получения травм, которые, впрочем, не останавливают его от продолжения репетиций. Он находится в состоянии, когда его одержимость — это его жизнь. Он вынужден посвящать каждую секунду музыке потому, что в его жизни больше ничего нет. Все пространство его сознания заполняет одержимость, которая ограничивает мышление и не дает посмотреть на ситуацию по другим углам. «Я не хочу смотреть шире». То, насколько Эндрю будет принят в обществе, полностью зависит от того, как он проявит себя в музыке. Это, в свою очередь, зависит от других людей, в частности, от учителя Терренса Флетчер. В мире музыки Флетчер известен как крайне жестокий преподаватель с противоречивыми методами обучения. «Пять-шесть-и». «Это не в моем темпе». Флетчер, в свою очередь, тоже одержим. В его случае это одержимость совершенством. Его задача — взрастить новых гениальных джазовых музыкантов, которые в своем мастерстве не будут уступать предыдущим поколениям. Для него упадок джаза как жанра — это личная трагедия. Он готов переломать сколько угодно людей, лишь бы найти того, кто воплотит в жизнь его идеи. «Неудивительно, что джаз умирает». В системе ценности Флетчера похвала и поддержка вещи неуместны, так как они подавляют в человеке волевые качества. «Нет в нашем языке слова вреднее и опаснее, чем молодец». Поэтому в своей работе он постоянно прибегает к унижениям и манипуляциям. Без тени сомнения он выгоняет из оркестра музыканта, который играл хорошо, чтобы вызвать чувство вины у того, кто фальшивен. «Это был ты, Эриксон, но он не знал. А это приговор». В результате внутри коллектива, которым руководит Флетчер, установилась токсичная атмосфера, где не принято поддерживать друг друга. Каждый стремится защитить только себя и занять лучшее место. «Я дал Ниману папку, а он ее потерял». Флетчер пользуется подобными манипулятивными методами обучения и по отношению к Эндрю. При знакомстве с новым студентом Флетчер сразу узнает детали его биографии. И делает он это не из искреннего интереса. Позже эти подробности он использует как рычаг давления. «Ты никому не нужный, бездарный, педиковатый кусок дерьма. Твоя мама ушла от папы, когда поняла, что он не Юджин Онил. И теперь ты гадишь соплями мои новые барабаны, как девятилетняя девчонка». Примечательно, что в фильме нам показывают столкновение именно таких характеров. Жесткого учителя и чрезвычайно упорного ученика. Как ни странно, с позиции одержимости они сочетаются друг с другом и образуют некий союз, в котором один участник подпитывает другого. Мы видим, что с одной стороны, переросшая в одержимость увлечения музыка зародилась в самом Эндрю, но эта одержимость культивируется и поддерживается со стороны Флетчера. Несмотря на всю свою жестокость, Флетчер видит в Эндрю того, кто стал бы исполнителем его миссии по возрождению настоящего джаза. Эндрю видит в учителя человека, который приведет его к желаемой цели. Человек, одержимый чем-то, не может в этой одержимости существовать один. Ему нужен кто-то со стороны, кто будет подпитывать это состояние. Таким образом, Эндрю и Флетчер поддерживают одержимость друг друга и не дают друг другу выйти из нее. Хотя их отношения нельзя назвать партнерскими, им приходится существовать вместе, потому в их окружении нет никого, кто смог бы поддержать их стремление. Метафорически фигуру Флетчера можно рассматривать как отражение внутренних переживаний Эндрю, воплощение его внутреннего критика, который озвучивает бессознательные мысли героя. Ты никому не нужный, бездарный, педиковатый кусок дерьма! Эндрю был отвергнут матерью и сейчас не до конца принят в собственной семье, не получая там достаточного уровня поддержки. Странный ты человек. Отец, кажется, поддерживает сына, но на самом деле в глубине души считает, что Эндрю выбрал неправильный путь. У тебя еще масса вариантов. В каком смысле? Ну, сам знаешь, жизнь такая. В моем возрасте смотришь на вещи шире. Травма отверженности заставляет Эндрю искать другое место, в котором он мог бы найти подтверждение своей важности как личности. Но это не может быть что-то простое, потому что тогда это не даст чувство победы и превосходства над теми, кем он был отвержен. Поэтому Эндрю находит для себя сложный путь – путь музыки. Так как Эндрю жестоко требует сам к себе, он позволяет Флетчеру обращаться с собой похожим образом. Одержимость музыкальной карьеры прикрывает внутреннюю боль, но не исцеляет его. Через одержимость Эндрю хочет получить то признание, которого ему не хватало раньше. Он хочет доказать окружающим, что они были неправы по отношению к нему, что он лучше и способнее, чем они думали, и что он действительно талантлив. И я здесь не просто так. Несмотря на внутреннюю боль, которую переживает Эндрю, мы видим, что в итоге одержимость приводит его к тому, чего он хотел. Даже Флетчер признает его талант. Но смог бы Эндрю добиться таких высоких результатов без этой боли, которая переросла в одержимость? Если бы его потребность признаний была удовлетворена другим образом, например, внутри семьи, возможно, Эндрю не стремился бы стать лучшим из лучших. У него бы не было надобности превзмогать себя. Но тот факт, что Эндрю в силу жизненных обстоятельств был лишен возможности удовлетворить эту потребность, в итоге вылилось то, что он смог достигнуть желаемого. Выходит, что одержимость, с одной стороны, приносит боль, а с другой удовлетворение. Трудно сказать, что из этого перемешивает. Стоит отметить, что случай Эндрю скорее исключение. Из фильма мы знаем, что Флетчер сломал не одну судьбу своими методами обучения. Одного из своих лучших учеников он довел до самоубийства. Тебе знакомо имя Шона Кейси? Ты слышал о его смерти? Повесился месяц назад примерно. У Шона была паранойя и депрессия. Его мать считает, что все началось, когда он попал к Флетчеру. Шон Кейси не смог справиться с тем эмоциональным давлением, которое на него оказывал Флетчер. В жизни нередко самые целеустремленные люди бросают любимое дело, когда сталкиваются с высоким уровнем эмоционального давления. Доходит и до трагических последствий. Американская Power Woman Ребека Лорч покончила с собой, не выдержав абьюза со стороны бывшего партнера и тренера. У каждого человека разный уровень эмоциональной устойчивости. Но каким бы высоким он ни был, никто не должен постоянно находиться в стрессовой обстановке, чтобы добиться своих целей. Подчеркну, в постоянной страдание и эмоциональное давление – это необязательные элементы достижения успеха, хотя Эндрю и Флетчер, видимо, считали именно так. Поэтому создавали в своей жизни подобные ситуации как можно чаще. Из-за инцидента с дракой на выступлении Эндрю был исключен из оркестра. Он решает сжечь мосты и избавиться от музыкальных инструментов. Он бросается из крайности в крайность. Он либо участник лучшего джазового оркестра, либо не музыкант вообще. Но одержимость все равно дает о себе знать. Эндрю не может просто так выкинуть из головы то, с чем жил с самого детства. Он не знает, чем еще заполнить пустоту и ту душевную боль, от которых он бежал, когда занимался музыкой. И в такой критический момент жизни он снова не находит поддержки извне. Сделать это особенно трудно из-за того, что Эндрю не стремился налаживать отношения с людьми изначально. Он замкнутый и не очень общительный. У него совсем нет друзей. У тебя друзья есть? Нет. Джейм. А что так? Да не знаю, смысла не вижу. В стремлении заниматься музыкой он одинок. Эндрю пытается наладить отношения с девушкой, которая ему нравится. Но потом решает сам их прервать, мотивируя это тем, что лучше обрубить все связи сразу, чтобы потом не наносить другому человеку боль. Я буду выкладываться. И поэтому нам лучше не встречаться. Его решение выглядит здравым и взвешенным. Я буду добиваться своей цели. Это будет отнимать все больше времени, и я не смогу часто с тобой видеться. А когда мы будем видеться, я буду думать о барабанах, о джазе, о нотах и так далее. И ты начнешь раздражаться. Начнешь просить, чтобы я поменьше репетировал, почаще был с тобой, а я не смогу этого сделать. И я начну раздражаться на то, что ты меня об этом просишь. Но таким образом, Эндрю сам лишает для себя возможности быть принятым и понятым. Хотя он именно этого и хочет. Эндрю, как человек, одержимый конкретной целью, не понимает. И, может быть, внутренне даже осуждает людей, которые не живут такой же жизнью, как он. Для него удивительно слышать, что девушка еще не знает, на кого хочет пойти учиться, потому что пока не определилась. Он не понимает людей, которые неодержимы какой-то целью и не отдают все свои силы на ее достижения. Я учусь Фордами. И на кого? Пока без специализации. Но на кого ты хочешь учиться? А фиг его знает. То есть Фордом ты наугад выбрала? Одержимость Эндрю и стремление к цели для некоторых может выглядеть как завышенное самомнение. Хочу стать одним из великих. А я тебе, видимо, помешаю. Это, в свою очередь, будет и дальше мешать Эндрю выстраивать гармоничные отношения, в которых его одержимость не затмевает остальные аспекты жизни. Эндрю остается непонят и близкими, для которых его музыкальные достижения ничего не значат. Эндрю не хочет понять их, а они не хотят понять его. Кстати, я самый молодой во всем оркестре. А как понять, кто выиграл в музыкальном конкурсе? Это же субъективно. Поэтому, когда Флетчер снова предлагает принять участие в концерте, Эндрю соглашается. Вот единственный человек, который его поддержит и поймет. Но выясняется, что Флетчер позвал Эндрю на концерт, чтобы отомстить за показания, которые Эндрю дал детективу по поводу Шона Кейси. Я знаю, что это ты. Флетчер в очередной раз ставит своего ученика в проигрышное положение. Но тот выходит из ситуации, берет инициативу в свои руки и виртуозно импровизирует. Получается, что Флетчер получил от Эндрю тот, что хотел. Но получил ли желаемое сам Эндрю? С одной стороны, бесспорно, да. Он снова стал заниматься любимым делом и раскрыл свой творческий потенциал. Но особенность одержимости стать лучшим заключается в том, что лучшим раз и навсегда стать невозможно. А значит, история преодолений и страданий Эндрю на этом концерте не заканчивается. В конце финальной сцены мы не слышим аплодисменты зрителей. Изображение обрывается на финальном аккорде. Это метафора того, что в состоянии одержимости присвоить признание аудитории уже невозможно. Эндрю достиг больших высок, но он все равно не услышит слов признания, потому что его внимание направлено в сторону идеала, которого все равно невозможно достичь. Концовка фильма показывает не то, что Эндрю стал лучшим, а то, что он только встал на этот путь. В итоге цель Эндрю достигнута частично. Если цель стать лучшим из лучших, можно в принципе достигнуть до конца. Но коммуникация с людьми не налажена. Эндрю становится частью джазового оркестра. Но если выражаться музыкальными метафорами с оркестром своей семьи и ближайшего окружения, он не созвучен. Неизвестно, у кого Эндрю будет искать поддержку и признание, когда снова настанет критический момент в его жизни. Одержимость приводит Эндрю к дисгармонии, где полное погружение в музыку вытесняет другие важные аспекты. Высокого уровня мастерства Эндрю достигнет в любом случае, так как он станет побочным эффектом регулярных тренировок. Окружающие, кроме, пожалуй, Флетчера, его не поддерживают. Но Эндрю не обязан нравиться всем. Рано или поздно он, скорее всего, встретит новых людей, которые будут разделять его взгляды. Но опять возникает вопрос. Сможет ли Эндрю наладить коммуникацию с этими новыми людьми? Ведь из-за значительного перевеса одержимости в его жизни его навыки коммуникации толком не развиваются. В этом фильме одержимость рассматривается скорее как синоним упорства, целеустремленности и трудолюбия. Если говорить о видах одержимости, этот вид можно обозначить как профессиональная одержимость. Чтобы достичь высокого уровня мастерства, действительно требуется некий незашкаливающий уровень издержимости. В таком смысле одержимость может привести к высокому уровню осведомленности в какой-то области, что можно использовать как преимущество. Но создавать что-то новое и быть мастером своего дела можно и таким образом, чтобы это не превратилось в одержимость, которая разрушит все важные в жизни отношения. Некоторые виды одержимости, к примеру, одержимость разного рода творчеством или спортом, воспринимаются в обществе скорее положительно. Люди, которые посвятили себя одному конкретному делу, у многих вызывают восхищение. Смотря на то, как Эндрю, несмотря ни на что добивается цели, сложно остаться равнодушным. Но стоит понимать, что в такой ситуации одержимый человек может оказаться как бы в замкнутом пространстве. Общество говорит ему, что его одержимость – это хорошо. Одержимость будто показывает наличие в человеке положительных качеств, трудоспособность и упорство. Тогда в человеке может возникнуть внутреннее желание оправдывать ожидания людей, даже если они не соотносятся с реальностью. Это, в свою очередь, приводит к эмоциональному выгоранию и ощущению постоянного стресса и давления. Ну, по крайней мере, в большинстве случаев, которые применимы к среднему портрету человека. К тому же, одержимость может стать преградой на пути выстраивания долгосрочных отношений с людьми. Поэтому не стоит рассматривать одержимость исключительно как синоним упорности и настойчивости. Если сохраняется баланс между той самой одержимостью и другими аспектами жизни человека, это может принести положительные плоды. В случае Эндрю мы видим, что одержимость все же перевешивает над другими аспектами жизни и заставляет колебаться между музыкой и всем остальным. Но разрыв между этими двумя вещами еще пока незначительный. Значит, для Эндрю остается возможным сохранить жизненное равновесие. Но порой навязчивые желания усиливаются, их становится труднее контролировать. Наступает точка бифуркации. Момент, когда сознание человека перестраивается и работает по-другому. И вместе с тем меняются отношения с окружающими и восприятие реальности. Случай Эндрю – лишь один из возможных вариантов проявления одержимости. Если вам показалось, что вы узнали достаточно, не спешите с выводами. Суть одержимости еще предстоит раскрыть в полной мере дальше. Черный лебедь – яркий пример ситуации, в которой одержимость постепенно перерастает в болезненное состояние. Героиня получает желаемое, но не может справиться с тем давлением, которое на нее обрушилось. Одержимость Нины – это стремление к совершенству. Я стремлюсь к совершенству. Ты что? Стремлюсь к совершенству. Как и в случае с барабанчиком Эндрю, одержимость занимает весь разум Нины. Кроме репетиции, она больше ничем не занимается. Вечера проводит дома с мамой. И во всем, что ее окружает, она пытается отыскать вдохновение для образа черного лебедя. Мысли о предстоящем выступлении становятся неприятными, навязчивыми и трудноконтролируемыми. Это проявляется и физически, и перерастает в аутоагрессию. Аутоагрессивное поведение обычно связано с эмоциональным или психологическим стрессом. Люди, страдающие от аутоагрессии, могут намеренно наносить себе повреждения, чтобы справиться с эмоциональной болью, отличить себя от других проблем или контролировать свои эмоции. Нина не знает других, более здоровых способов справиться с тревогой, вызванной одержимостью. Поэтому сама себе наносит вред, чтобы подавить тревожные мысли. Позже это приведет к тяжелым последствиям. Главная проблема, которую волнует Нину, заключается в том, что ей нужно идеально сыграть и белую, и черную лебедь. Но по своему характеру и поведению она хороша только в образе белой лебеди. Глядя на тебя, я, к сожалению, вижу только белую лебедь. Чтобы стать черным лебедем, Нине необходимо раскрепоститься, отпустить себя. Итак, Сдержина, соблазни нас. Не только принца, но и двор зрителей весь мир. Ты зажата, так истеневшая, как труп. Отпусти себя, отпусти. Но это становится для нее крайне трудной задачей из-за одержимости совершенства. В случае Нины за этой одержимостью скрывается гиперконтроль, который, в свою очередь, является механизмом психологической защиты. Гиперконтроль может быть способом защиты от болезненных или травматических воспоминаний, страхов или нежелательных эмоций. Гиперконтроль может временно обеспечивать ощущение безопасности. Но на долгосрочной основе он может стать преградой для развития здоровых отношений, эмоционального благополучия и личностного роста, что мы и видим на примере Нины. Гиперконтроль настолько сильно сковывает Нину, что зажимы появляются даже в теле. Похоже, ваша диафрагма в этом месте чем-то немного сжата. Чувствуете? Чувствую. Балет, в котором крайне важен контроль над своим телом, для Нины удобен, так как становится способом реализовать свой творческий потенциал. И в то же время с помощью щита гиперконтроля скрыться от психологических переживаний. В итоге Нина ощущает постоянный стресс, тревогу и беспокойство. Отчуждается от внешнего мира, теряет связь с людьми и ощущение гармонии в жизни. Внутренняя борьба Нины обостряется настолько сильно, что влияет на психику и искажает восприятие действительности. Единственный человек, с которым у Нины есть хоть какая-то эмоциональная связь, это ее мать. Из того, как выстроены их отношения, становится ясно, что именно она когда-то взросла в дочери зерно одержимости. Для матери Нина до сих пор маленькая девочка, за которую нужен постоянный присмотр. Имея перед глазами только такую модель поведения, Нина неосознанно переняла ее и перенесла в свою жизнь. Одержимость балетом и, как следствие, совершенством зародилась не в самой Нине, а в ее матери, которая пытается вложить в дочь свои нереализованные амбиции. Не надо повторять мою ошибку. Хорошо. Я не о тебе. Я имею в виду свою карьеру. Какую карьеру? Я бросила ее, чтобы растить тебя. Как нередко одержимость хорошими оценками, безупречной внешностью или зарабатыванием денег также могут неосознанно прививать родители. Мать возлагает на Нину чувство вины. Она бросила свою карьеру, чтобы посвятить все свое время воспитанию дочери. Очищая на себя этот груз, Нина стремится полностью посвятить себя балету, чтобы избавиться от этого чувства. И мы снова видим ситуацию, в которой одержимость является счетом внутренних эмоциональных переживаний и становится способом заглушить чувства. С задержимостью стать совершенством скрывается потребность угодить матери и оправдать ее ожидания. А, мы выберем меня, мама. Я хотела, чтобы ты поскорее искала. Так как из фильма мы узнаем, что Нина занималась балетом с раннего детства, можно прийти к выводу, что у нее не было времени, чтобы побыть наедине с собой и спокойно порассуждать о том, действительно ли она сама хочет заниматься балетом или она была вынуждена пойти на это. Посвятив свою жизнь одному единственному занятию, Нине кажется, что она не может все бросить и уйти, потому что без балета ее жизнь станет бессмысленной. Так же, как одержимому влюбленному может казаться, что без объекта любви его жизнь потеряет смысл и поэтому ему нужно любыми, даже нерациональными способами добиться взаимности. Одержимость, которую возложила на нее мать, ограничивает сознание Нины. Она не может посмотреть на себя по другим углам и представить себя в другой деятельности, так как изначально была лишена этой возможности. Мы можем поэтапно проследить, из-за чего проявлялась одержимость Нины и к чему она привела. Мать с раннего детства привела Нине чувство вины. Из-за этого Нина стремилась с осовершенством. Она посвящает все время балету и все ее мысли сосредоточены лишь вокруг предстоящего спектакля. У нее нет личной жизни и человека, который смог бы ее поддержать, так как из-за одержимости она сама лишает себе возможности общения. Это ведет к тому, что Нина не налаживает свою жизнь, а разрушает. Ее психика травмируется и все больше утрачивает способность обрести баланс между любимым делом и продуктивными отношениями. Выходит, что кроме одержимости с совершенством у Нины больше ничего нет. В том числе нет и никаких здоровых и продуктивных взаимоотношений с людьми. Другие балерины в коллективе ее соперницы. Самый близкий человек не тот, кто поддерживает, а тот, кто постоянно упрекает и контролирует. Ей кажется, что из-за того, что она не идеальна, ее тайны презирают. Из-за постоянного напряжения в творческой сфере у Нины нет ни сил, ни способностей для того, чтобы работать над отношениями в сфере коммуникации. Поэтому вместо конструктивных действий в ход идут иррациональные, сопровождающиеся ссорами и агрессией. Что ты делаешь? Ухожу. Как? По лестнице. Нина! Тебе завтра на сцену! Перфекционизм проблема для многих людей и не только тех, кто занимается творчеством. Перфекционизм приводит к психологическому напряжению, снижению самооценки, самокритике, а также физическому истощению. Не меньше перфекционизм влияет на межличностные отношения. Перфекционисты обычно имеют высокий стандарт и ожидания не только к себе, но и к окружающим. Они непрерывно стремятся к идеальности и ждут того же от других. Это может создавать партнеров, друзей или коллег. К тому же перфекционисты склонны к самокритике и самоанализу, чрезмерному самоанализу. Такая самокритичность может привести к неуверенности в себе и постоянному сравнению с другими, что может негативно сказываться на отношениях. Вдобавок к этому перфекционисты часто испытывают трудности принятия комплиментов и положительной обратной связи. Они могут принимать комплименты с недоверием или считать, что они еще не заслужили похвалу. Это может создавать некомфортную атмосферу в отношениях. Из одержимости идеальностью Нина теряет равновесие в жизни, которое и без того было крайне хрупким. Ей нужно не просто сыграть роль, а исполнить ее идеально. Чем больше сюжет спектакля вторгается в жизнь Нины, тем больше она теряет связь с реальностью и воспринимает мир не таким, какой он есть. Это перерастает в галлюцинации и паранойю. Нине нужно освободиться от чувства вины и гиперконтроля, чувств порождения одержимостью. Но так как она не знает здоровых способов сделать это, и она не может найти поддержки среди окружающих, освобождение превращается в то, что можно назвать темной стороной личности. Нина до этого стеснительная, скромная и зажатая, постепенно начинает подражать своей сопернице Лили, которая является ее полной противоположностью. Что это? Ты что, шутишь? Колеса не пробовала? Это такой кайф, ты расслабишься. Для Нины раскрепоститься значит стать такой же, как Лили, взбалмошной и сдержанной развязной. Одержимость ограничивает сознание Нины и не дает ей осознать, что для того, чтобы исполнить роль, ей необязательно становиться тем, кем она не является и делать то, что ей не свойственно. Но так как Нина думает именно так, то и события в фильме разворачиваются согласно этому сценарию. Многое из того, что происходит между Ниной и Лили, это галлюцинации самой Нины. Ты ушла утром, но и не разбудила? Утром? Ты же спала у меня. Нет. Доходит до того, что Нине кажется, что во время спектакля в гримёрке она убивает соперницу. Но на самом деле она убивает себя, себя старую. Символически она убивает ту Нину, которая была зависима от гиперконтроля и от фигуры матери. Она убивает белую лебедь и превращается в чёрную. Это помогает ей идеально отыграть спектакль и достичь совершенства. Я испытала. Что? Совершенство. Но Нина убивает себя не только метафорическое, но и буквально наносит себе увечья. С большей долей вероятности можно предположить, что после спектакля она окажется в больнице. Как и в случае с Эндрю, такая дача творчеству зрителями воспринимается положительно. Они любят тебя. Любят тебя. Я принцесса. Я знал, ты на это способен. Но остаётся за кадром, через какие физические и ментальные страдания человек прошёл ради этого. Если у Эндрю хотя бы ей шанс на развитие и построение здоровых отношений, то у Нины на фоне одержимости появилась проблема с психикой и восприятием реальности. Её профессиональная зависимость граничит с расстройствами психики. Мы видим, как героиню буквально посадили на иглу одержимости и с помощью этого контролировали её и управляли её жизнью. Она была ведома не собственными убеждениями и чувствами, а одержимостью, которую ей навязали извне. Нина была птицей в клетке, которая страдала в заточении и была изолирована от внешнего мира, но верила, что только так она сможет достичь цели. Одержимость поработила её жизнь и лишила возможности иметь полноценные отношения с людьми. Чёрный лебедь — художественная выдумка, которая, впрочем, довольно достоверно показывает, как может развиваться одержимость. Только в фильме одержимость относилась преимущественно к героине и влияла главным образом на её жизнь, а на жизнь других лишь косвенно. В реальности часто одержимость перекидывается на других и наносит вред не только её обладателю, но и окружающим. В 1968 году Битлз выпустили так называемый «Белый альбом». Произведение всполыхнуло мир музыки и взбудоражило умы людей. Альбом был воспринят неоднозначно. Сразу после выхода стали появляться бесчисленные версии о том, что на самом деле значат слова песен. Но один человек нашёл в текстах слишком много скрытых смыслов, которые авторы не закладывали. Этим человеком был Чарльз Мэнсон. Мэнсон был убеждён, что только он понимает истинный смысл слов из песен. Для него альбом Битлз стал пророчеством об апокалипсисе и на выдвигающейся расовой войне. Именно этими идеями он и заражал своих последователей, членов секты семьи. Однако тексты Битлз были лишь частью его образа мышления. Мэнсон создал собственную противоречивую философию на основе идей христианства и субкультуры хиппи. Часто он брал на себя роль пророка, иногда даже называя себя Иисусом Христом. Он предсказывал своей пастве глобальную расовую войну и утверждал, что только он знает, как спастись от нее. Так Мэнсон собрал вокруг себя множество последователей, большинство из которых были женщины. В составе семьи Мэнсон не убивал людей, но убийства совершались членами семьи по его приказу. Самые громкие убийства спровоцировали подражание и уже другие люди, не связанные с семьей, совершали похожие преступления. Немногочисленные последователи идей Мэнсона есть и до сих пор. Изначально община Мэнсона, которая расположилась на ранчо Спан, занималась торговлей наркотиками и проституцией. Но позже это переросло в культ, где все поклонялись лидерам. Мэнсон утверждал, что каждый человек должен быть независим, но при этом вся семья зависела от него одного. Он говорил, что не может никому советовать или приказывать, что все они должны поступать так, как диктует любовь. Но он также утверждал, я и есть ваша любовь. Так что его желания автоматически становились их желаниями. Идеи, которыми был одержим Мэнсон, были безусловно разрушительны и опасны. Но еще более опасным было поклонение ему как непререкаемому лидеру группы. Не столько сам Мэнсон был одержим этими идеями, сколько люди, которых он собрал вокруг себя. Чем же именно Мэнсон привлекал к себе людей? В первую очередь он собирал вокруг себя тех, кто был похож на него. Преступников, людей, которых общество оставило на обочине жизни. Некоторые биографы Мэнсона утверждают, что он страдал от нарциссического расстройства личности. И поэтому ему было жизненно необходимо внимание людей, которыми он подпитывал себя. И вырадовал не столько факт совершенных по его приказу убийств, сколько то, что он приковал к себе внимание целой страны. Я самый известный человек, не только жив, но и самый известный человек, который ever lived. Особенно сильно для него было важно внимание со стороны женщин. Манипуляционный механизм, который использовал Мэнсон, был крайне прост. Но он использовал его настолько ненавязчиво, что люди и сами не понимали, что были ведомы Мэнсоном. Сначала Мэнсон давал девушкам то, в чем они нуждались больше всего, признание и внимание. Таким образом, он получал их лояльность. И после, когда он просил их что-то сделать, они делали. А когда просил убивать, они убивали. Они не понимали, что ими манипулируют, так как сами были убеждены, что они верят в эти идеи, которые им навязал Мэнсон. Идеи, которые распространял Мэнсон, выпали на турбулентные времена, времена протестов. Многими людьми, в том числе его последователями, действия Мэнсона были интерпретированы как протест против общества. И на этой волне его поддерживали. Существует альтернативная версия, согласно которой Мэнсон просто интеллектуально не был способен создать какие-либо учения и вести за собой последователей. Но даже если эта версия правдиву, убийства так или иначе совершались по его приказу членами семьи. Сектанты, в свою очередь, были одержимы самой личностью Мэнсона, который стал в каком-то смысле для них отцом. Мэнсон делал одержимыми людей вокруг себя, а они наносили вред другим, считая, что так они исполняли волю пророка. Хотя сам Мэнсон, уже находясь в тюрьме, все это отрицал. Жизнь Мэнсона никогда не была благополучной, он не знал своего отца, а мать, страдала от алкоголизма. Из-за антисоциального поведения он не мог учиться в обычной школе, поэтому юность провел в исправительных учреждениях. Он зарабатывал на жизнь, занимаясь грабежом. Он называл тюрьму своим домом, потому что большую часть жизни он провел именно там. Ему с детства казалось, что люди, окружающие его, общество, ненавидели его. Сложно не заметить боль и обиду в его словах, когда он вспоминает свою жизнь. Случай Мэнсона, скорее всего, за одержимостью какой-то мистической глобальной войны скрываются обиды на людей в целом. Это, безусловно, не оправдывает его действия, но может частично объяснить внутреннюю ненависть, которую Мэнсон пытался прикрыть внешней любовью. Хотя такого сложного человека такими простыми вещами не объяснишь, поэтому это лишь предположение. Случай Мэнсона крайний, совершенно нетипичный и в плохом смысле выдающийся. Он выстраивал нездоровые отношения с людьми, в которых они были зависимы от него, несвободны. Он не знал, какими методами привлечь к себе внимание людей, поэтому выбрал путь дурной славы. Но за всем этим скрывалась обделенность и непризнанность. Помимо одержимости, Мэнсон страдал и от психических расстройств и патологий. Как видно на всех трех примерах, одержимость чем-либо в разной степени препятствовала обретению благополучия. У каждого за одержимостью скрываются внутренние переживания. За одержимостью музыкой скрывалась потребность получить признание близких. За одержимостью стать совершенством чувства вины. За одержимостью идеи расовой войны ненависть к людям и обида на систему. Персонажам, фильмам и подобным людям в реальной жизни хотя бы можно сопереживать, так как они через свое одержимое стремились достигнуть важной для себя цели. Если они и представляли опасность, то в первую очередь для себя. Но Чарльз Мэнсон заразил своими идеями последователей, которые представляли угрозу для общества. И самое опасное, ни у кого из трех героев разбора по разным причинам не была налажена продуктивная коммуникация с людьми. В трудный момент у них не оказалось рядом кого-то, кто помог бы справиться с тяжелыми психологическими состояниями и помочь преодолеть проблемы. Итак, мы рассмотрели примеры профессиональной одержимости, а также одержимости религиозной, культовой. Но мы не можем не оставить без внимания еще один распространенный вид одержимости, который способен настигнуть любого человека в любом возрасте. Это романтическая или любовная одержимость. При романтической одержимости человек полностью концентрируется на объекте любви. Могут возникать навязчивые мысли о другом человеке, желании контролировать его жизнь и все о нем знать. Я прям требовала от человека полностью мне все рассказывать. Переписки читала все всегда, то есть такой контроль был всегда куда, во сколько, зачем, с кем. Возникает равнодушие к окружающим и ко всему, что не связано с объектом любви. Если человек не отвечает взаимностью, действия влюбленного, которые поначалу казались безобидными, могут перерасти в эмоциональное или психологическое насилие, например, преследование. Одна из главных причин любовной одержимости, низкая самооценка и потребность человека подтвердить свою ценность через другого. Когда мы не чувствуем себя достаточно уверенными в себе или в своих качествах, мы можем начать искать подтверждения своей значимости через других, особенно тех, кто нам нравится. Любовная одержимость представляет опасность для ее носителя. Она ведет к конфликтам и стрессу, который в долгосрочной перспективе не может не оказать эффектно физическое и психологическое здоровье. Из-за желания завладеть объектом любви, человек подавляет в себе собственные потребности, полностью ограничивает себя ради одного человека, что сужает его угол зрения, останавливает процесс самореализации и внутреннее развитие. Одержимый добровольно подвергает себя социальной изоляции, чтобы постоянно контролировать объект любви. Опасен такой вид одержимости и для окружающих, и, конечно, для объекта внимания одержимого. Навязчивое преследование и вторжение в личную жизнь еще никому не переносило пользы. Но часто одержимость носит временный характер. У человека появляется возможность осознать и проанализировать свое поведение только когда пелена спадает с глаз. И в этот момент становится крайне трудно все наладить. Одержимость чем-либо может приносить пользу только в случае, если она контролируема и не ведет к дисгармонии. В таком случае можно разграничить понятие одержимость и страсть. Когда мы страстно увеличены чем-то, мы отдаем много сил на развитие своих навыков и способностей выбранной области. Но при этом от этого не страдают другие сферы жизни. Тогда как при одержимости всю жизнь человека и все его мысли поглощает желаемый объект. Но едва ли кому-то из тех, кого мы проанализировали, удалось взять одержимость под контроль и перевести ее энергию в благое русло, учитывая, что во всех случаях эта одержимость подпитывается извне, окружающими людьми. В идеальном сценарии человек может контролировать свою одержимость и не допускать ситуации, в которой она руководит им и рушит отношения с людьми. Насколько не была бы важна жизненная цель, добиться ее гораздо сложнее, если попутно не налаживать отношения с окружающими, а разрушать их. Ситуацию, в которой существует баланс между страстным увлечением и остальными важными аспектами жизни, в том числе коммуникации, достигнуть сложно, но возможно. Продуктивные отношения не складываются сами собой, над ними нужно работать. Но иногда возникает слишком много вопросов, как быть интересным собеседником, как контролировать эмоции и избегать ненужных конфликтов, как повысить уверенность в общении и развить спокойствие. Об этом и многом другом можно узнать на образовательной платформе Mental Room. На платформе вы найдете образовательные материалы по коммуникации и психологии поведения. При оформлении подписки вы получите доступ к теоретическим материалам, тестам и упражнениям, а также к заданиям и самостоятельной практике и поддержке преподавателей. Подписка даст вам возможность за короткое время освоить больше курсов и сэкономить. Вы можете выбрать максимально комфортный для вас тариф и пройти пробный период за 1 рубль. Все подробности вы найдете по ссылке в описании, которую я оставлю. На трех разных примерах мы увидели, как может протекать одержимость. Как в каждом случае она влияет на выстраивание отношений и каким последствиям может привести. Одержимость может развиваться по-разному, перебретать разные формы. Одержимость какой-то идеи это лишь верхушка айсберга и надо копнуть чуть глубже, чтобы увидеть, что она за собой скрывает. Непрожитые негативные эмоции, которые человек подавляет внутри себя, рано или поздно дают о себе знать. Как мы увидели на примерах, один из возможных вариантов развития событий – возникновение одержимости. Люди могут использовать одержимость как щит от негативных эмоций и отказываться проживать их, оказавшись в состоянии, при котором они всячески пытаются не думать об определенных проблемах за счет переключения внимания на кого-то или что-то. Это может привести к нерациональным поступкам и к разрушению взаимоотношений. Одержимость часто сопровождается навязчивыми мыслями, которые также мешают принимать взвешенные решения. Одержимость дает лишь иллюзию обретения счастья, хотя на самом деле внутренние проблемы и подавление эмоций никуда не деваются сами собой. Если вовремя заметить в себе проявление одержимости негативных последствий можно избежать и при этом не совершать выбор между самореализацией и качественными отношениями и благополучием. А на этом у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok